Если ближе к середине или к концу видео блёстки с моих глаз перекочуют куда-нибудь на лоб или подбородок, пожалуйста, не спрашивайте меня, как это произошло, это вообще рассыпчатый глиттер, он, по-моему, живёт своей жизнью. А вообще мы сегодня с вами собрались для того, чтобы я высказала вам свою непопулярную точку зрения. Вообще, это тег, который запустили на YouTube, и, по сути, это ответы на неудобные для блогера вопросы. Мне очень захотелось сделать это видео после того, как я посмотрела аналогичное на канале Тати, и так как Тати меня тегнула, я решила сделать такое видео, вернее, как тегнула, она просто сказала Поэтому я это восприняла как личный тег, тем более забавный факт, Тати на меня подписана. Но перед тем, как мы с вами приступим, я хочу сообщить, что у сегодняшнего видео есть спонсор, и вот эта часть видео выполнена на коммерческой основе. Я хочу порекомендовать вам кэшбэк-сервис Bonus2U. Этот сервис понравится тем, кто нон-стоп делает покупки на Алиэкспресс, так как тут высокие ставки и удобно покупать сразу с телефона. Приложение есть как для Android, так и для iOS. Запускаем приложение на своём телефоне, создаём учётную запись и активируем кэшбэк. После нажатия кнопки мы сразу же переходим на Алиэкспресс и выбираем нужный нам товар. Вы уже знаете, что я недавно купила новый телефон и теперь хочу заказать для него попсокет. Выбираю, какой мне нравится, читаю отзывы и делаю свой выбор. Я остановилась на этом, потому что он просто мне понравился, и на него очень много отзывов, причём большая часть хороших. Оформляю заказ как обычно. А теперь главная фишка этого приложения. Информация о кэшбэке появляется сразу же после оформления заказа. И не нужно ждать и гадать, зачислится тебе бонус или нет. Это безумно удобно. Кстати, кэшбэк работает и на другие магазины тоже. Ссылка на это приложение будет в описании, обязательно зацените. Ну что ж, давайте приступим. И первый вопрос. Какой популярный продукт все, кроме тебя, любят? Что всё-таки есть один такой продукт, который, когда я показала в своих антифаворитах, я получила вот прям какой-то неожиданный шквал эмоций в комментариях. Там, где мне писали, да ну ты что, это мой самый любимый, он самый классный, он самый офигенный. И я сейчас говорю о бронзере от Physicians Formula Butter Bronzer. Я после того, как его наношу себе на лицо, такое впечатление, что я заболела гепатитом С, потому что он очень жёлтый на мне. И вот реально до такой степени жёлтый, что это не просто, знаете, нюанс. Ну вот на камере он выглядит жёлтовато, а в реальности он выглядит хорошо. Нет, он просто тупо жёлтого цвета на мне. Второй вопрос. Какой популярный бренд косметики все ненавидят, а ты наоборот любишь? Я сначала думаю, ну какой бренд у нас вообще кто-то ненавидит? Мне кажется, это больше характерно для американского ютюба. Там вот есть какие-то личные неприязни, какие-то ссоры там между блогерами и брендами. Мне кажется, у нас всё более так спокойно. Но опять-таки, есть один бренд, который, когда я упоминаю в своих видео, тоже я получаю гневные комментарии, потому что есть часть людей, которые очень негативно относятся к владельцу этого бренда. И я сейчас говорю о бренде Джеффри Стар Косметикс. Для меня это абсолютно такой же бренд, как и любой другой. У меня нет какой-то личной неприязни к самому Джеффри. Мне он в первую очередь нравится как блогер. Я его считаю одним из, наверное, самых крутых новаторов на YouTube. И вот если бы его не было, было бы, мне кажется, всё гораздо более скучно. Да, конечно, нельзя поспорить с его противоречивым прошлым, но, тем не менее, люди всю жизнь меняются. И если постоянно тыкать носом в ошибки молодости, то, мне кажется, это больше даже о тебе говорит, чем о человеке, который когда-то что-то там совершил. Тем более, что основная масса людей, против которых всё это было направлено, его простили. Это не моя задача, скажем так, его прощать или не прощать. Мне он ничего плохого не сделал. Третий вопрос. Какая коллаборация с блогером тебе не понравилась или не заинтересовала? Здесь, наверное, 99% всех коллабораций можно перечислить, потому что проще, наверное, перечислить то, что меня заинтересовало. И вообще, у меня нет такой тенденции покупать коллаборацию только потому, что мне нравится блогер. На самом деле, мне кажется, когда косметика выходит на рынок, неважно, кто её создал, то правила игры применимы для всех одинаковые. То есть, нет каких-то поблажек, потому что это блогер. Поэтому, если я смотрю на этот косметический продукт, и он у меня просто не вызывает никаких эмоций, или заведомо он мне не выглядит привлекательным, то я не буду просто на него тратить свои деньги. Единственные две коллаборации с блогерами, которые я купила, это была палетка Жаклин Хилл и Морфи. Хотя, вообще, тени Морфи мне не нравились до того, как я попробовала эту палетку. Вот эта палетка мне нравится. Я её много использовала, я её часто рекомендовала у себя на канале. Она реально классная. Новые палетки Морфи и Жаклин Хилл я не заказывала, потому что там вообще какой-то капец просто с обзорами. Там, судя по всему, совсем печалька. И ещё одну коллаборацию, которую я купила, это Dose of Colors с блогерами Дэзи и Кэти. Тоже абсолютно я осталась довольна этой палеткой. Здесь матовые оттенки просто превосходные, а эти металлики, это вообще что-то божественное. У меня на эту палетку есть обзор, я, кстати, и на эту. Поэтому, если вы вдруг эти видео не смотрели, то я вам ссылочки внизу оставлю. Какой популярный шаг в макияже ты пропускаешь? Ну, здесь, наверное, два основных шага. Но самый популярный шаг, который, мне кажется, делают абсолютно все, кроме меня, это нанесение румян. Я никогда не наношу румяна себе на лицо. Ну, вернее, как? Я могу нанести румяна себе на лицо раз, наверное, в год, может, максимум. Потому что я считаю, они мне не идут. Я очень много использую бронзера. И бронзер как бы делает мое лицо более свежим и живым. В то время как румяна как будто заново возвращают вот какую-то красноту кожи. И я сейчас имею в виду не просто там какие-то холодные розовые румяна, да, которые могут создать такой эффект. Нет, абсолютно любые. Я могу воспользоваться персиковыми, персиком с золотом. То есть даже любыми теплыми оттенками. Но все равно, вот, мне не нравится. На каких популярных блогеров ты не подписана? На всех. Хотя нет-нет, вру. Если меня сейчас не подводит память, по-моему, единственные два русскоязычных блогера, на которых я подписана, это Оля, Ольга Глосс, ну, естественно, и Диана Суворова. Я не подписана на большую часть русскоязычных блогеров, потому что, ну, вот, просто так повелось, что я уже с самого начала Ютьюба, вот с самого начала, как я начала его смотреть, я смотрела американский Ютьюб. И сейчас, к сожалению, у меня нет много времени для того, чтобы смотреть видео. А так как Ютьюб на данный момент и моей работой уже стал, для меня важно смотреть видео не для того, чтобы просто вот чем-то себя занять, а для того, чтобы тоже какую-то информацию получать. А как ни крути, но на американском Ютьюбе все первое появляется. То есть, вот только стоит чему-то выйти, или даже еще не выйти, а просто вот как бы что-то там объявляется, какой-то релиз, на американском Ютьюбе есть уже блогеры, которые делают на это обзор, потому что у них это в пиар-рассылках, или даже если они что-то покупают в день релиза, то у них, естественно, это оказывается быстрее на руках, чем у нас. Вот слово, которое я, наверное, пытаюсь подобрать, это то, что они транссеттеры, а мы уже те, кто за ними как бы следует. Ну, по крайней мере, вот у меня складывается такое ощущение. Какой популярный бренд ты не используешь или не поддерживаешь? Наверное, за все время создания мною видео я высказалась негативно именно в сторону бренда, а не какого-то косметического продукта один-единственный раз. Это было, когда я делала обзор коробочки Вандербокс, там мне попался крем, по-моему, для рук компании Яка или Яка, Яка, по-моему, он называется. И, в общем-то, я высказалась негативно, потому что я об этом бренде смотрела передачу, она создана журналистами одного из телевизионных каналов, и до сих пор это видео есть в сети, о том, что этот бренд позиционируется якобы органически, но в то же время там такая жуть происходит на производстве, то есть там завод, это не завод, а на самом деле просто обычный частный дом, ужасные условия, половину ингредиентов, которые указаны в составе, они не используют, они используют просто обычную базовую химическую формулу без единого какого-то полезного компонента, или если они там есть, то в очень маленькой концентрации. Я высказалась именно против этого бренда, и сказала, что я не поддерживала бы такие бренды, потому что если это все правда, и пока я не узнаю, что это неправда, и, может быть, разоблачат эту передачу, то я бы не поддерживала этот бренд. И, кстати, еще один бренд, о котором я не высказывалась прям как-то категорически плохо, я не считаю, что это какой-то прям ужасный бренд, который нельзя поддерживать, но, опять-таки, была с ним история, я получила на обзор продукцию Рише, и хотя мне все понравилось, мне реально и скраб этот понравился, и другая их продукция мне понравилась, помимо шампуня и бальзама, это был просто какой-то ужас, я в этом обзоре своем так, собственно, и сказала, но их скраб, он нереально просто пахнет, он очень вкусный, он реально хорошо работает, но, тем не менее, я когда готовилась к видеообзору, я нашла аналогичные составы гораздо, гораздо дешевле, и я с ними связалась, ну, как связалась, я им написала имейл, что, пожалуйста, объясните ваше ценообразование, то есть на основе чего такая высокая цена по сравнению вот с такими-такими-такими марками, может быть, у них какой-то особый сахар или супер премиум кофе, ну, то есть, хотелось какой-то ответ получить, но уже прошло пару лет, по-моему, ответ я так и не получила, может быть, им нечего мне сказать, может быть, мое письмо где-то затерялось, я не знаю, но, тем не менее, этот вопрос так для меня и открыт. Какой тренд в макияже ты вообще не хочешь даже попробовать? Мне на ум приходит только один-единственный тренд, я не знаю, насколько этот тренд, но я такие макияжи начала замечать очень часто в инстаграме известнейших визажистов, то есть не просто там каких-то визажистов, а визажистов, которые красят реально суперзвезд, и я имею в виду макияж, который выглядит как нерастушеванный макияж. Там могут быть какие угодно формы, я видела подобный макияж на Кэндис, у нее была более округлая форма, и Кэндис это модель Виктория Сикрет, и я считаю, этот макияж ее изуродовал, и если существует макияж, который может изуродовать настолько красивую женщину, то что такой макияж может сделать с обычными людьми, такими как мы, да? Какой косметический продукт в теории должен был быть хорошим, но на деле оказался отвратительным? В качестве ответа можно вам предложить посмотреть целый мой плейлист, который называется «Этот мир сошел с ума», там что не продукт, то просто сказка. Самые, наверное, такие жесткие провалы это виброспонж, аэроманикюр и очиститель кистей за 10 минут. Если вы не знаете о чем я, то, как я и сказала, я вам ссылки на некоторые видео оставлю, вот повеселите себя немного, можете посмотреть эти видео. И последний вопрос, какой косметический продукт на других работает лучше, чем на тебе? Ну, а если оторваться от темы этого бронзера, потому что его мы с вами обсудили еще в первом вопросе, я, наверное, могу еще рассказать вам о Catrice Camouflage. На мне он работает немножко по-другому, то есть, хотя он действительно очень круто перекрывает темные круги под глазами, выравнивает, прекрасно выравнивает текстуру под глазами, и одно время я им пользовалась, потому что реально мне он очень нравился, но он мне начал жутко, во-первых, пересушивать зону под глазами, и второе, это у меня вот здесь текстура начала ухудшаться, у меня кожа здесь вот в этом участке напоминала вообще в одно время кожу носорога, как минимум, очень ухудшает мне действительно этот консилер, текстуру, поэтому на других я вижу, что этого не происходит, то есть им бывает годами пользуются, но в то же время для меня сейчас это незаменимый консилер, если мне нужно скрыть какие-то недостатки на лице, будь то прыщик, пигментное пятно, вот что-то вот такое, если нужно замаскировать, то этот консилер реально классно справляется, ну вот, собственно, и все, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, и оно так слегка разбавило контент на моем канале, не забудьте перед уходом ему поставить палец вверх, а если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, это можно сделать, нажав на вот эту круглую иконку вот здесь вот, и можете также посмотреть какие-то другие мои видео, а если вы их уже смотрели, то мы с вами увидимся в моем новом видео через несколько дней.